Современный мир полон чудес, таких, которые наши предки могли вообразить только в сказочном, придуманном мире. Для них это была заманчивая фантазия и выдумка, а для нас обыденная реальность. Настолько обыденная, что мы ее даже не замечаем. А чудеса, созданные природой, мы порой вообще не видим, а они рядом, стоит только протянуть руку. Наш сыночек Артем прошлым летом пережил сильный испуг. Ночью сработала сигнализация машины. Муж с пятилетним сыном вышел посмотреть, что там случилось. Думали, опять кошка на капот запрыгнула, но в этот раз был грабеж. Муж бросился за негодяем, началась драка. Наш сын так испугался, что с той ночи стал заикаться. Он не мог нормально произнести ни одно слово, а повторял его по несколько раз. Слова застревали у него в горле, дыхание перехватывало. Он закрывал глаза и запрокидывал голову, но произнести слово так и не получалось. Из детского сада Артема пришлось забрать. Дети – существа жестокие, начали передразнивать сына. Он плакал от обиды и стал все меньше и меньше разговаривать. Мальчик замыкался в себе и все глубже уходил в какой-то свой придуманный мир. Мы стали отдаляться друг от друга, и нас с мужем это очень сильно беспокоило. Мы наняли Артему няню, и он гулял с ней на детской площадке. Но дети и там не хотели с ним играть, обзывали заикой. Наш сын постепенно становился одиноким и замкнутым существом. Ничего не радовало его. Потом мы заметили, что Тема бывает прежним веселым и забавным мальчиком только в тот момент, когда смотрит мультфильм про олененка Бэмби. Глаза его загорались с добрым светом, и улыбка расплывалась на лице. Он мог пересматривать мультфильм по несколько раз в день. Когда он не видел, что мы за ним наблюдаем, он настолько погружался в сюжет сказки, что даже подпевал героям мультфильма. Мы тем временем искали все способы, чтобы вернуть Тему к прежней жизни. Полгода возили его по врачам, но толку не было. Один психолог посоветовал купить ребенку какое-нибудь домашнее животное, оно плохую энергетику снимет. Но малыш отказался, как смог он объяснил, что хочет только олененка, такого, как в мультфильме, желтенького с белыми пятнышками. Он ему во сне снится каждую ночь и разговаривает с ним. На семейном совете мы решили, что нужно ходить с ребенком туда, где есть животные. Цирк Артему сразу не понравился, он сказал, что зверей там мучают, заставляют ходить на задних лапках и прыгать в горящее кольцо. В зоопарке мы долго гуляли по аллеям, подходили к клеткам с медведями и львами, обезьянами и страусами. Но олененка нигде не встретили. Артем ходил от клетки к клетке, искал оленей, но в нашем зоопарке их не было. Мы с трудом представляли себе, как мальчик пойдет через год в школу. Нужно было что-то делать. Муж созвонился со своим отцом, который жил в сибирской деревне и работал егерем. Когда-то давно его родители разошлись, отец уехал далеко от дома, он не смог простить мать, прожил всю жизнь один, был замкнут и нелюдим. Тут у меня и промелькнула мысль, в кого же наш сын такой? А мужа вырастила одна мама. С отцом муж общался редко, но он никогда не отказывал ему в помощи. Вот и сейчас он сказал, что будет нас ждать на летних каникулах у себя в деревне. Свежий воздух, природа и лес будут на пользу его внуку. Ну и конечно красавцы-олени тоже будут его ждать, так и передайте Теме, сказал отец. Всю зиму Тема с волнением слушал разговоры родителей о поездке в таежные края. Любовался на картинки лесов, озер и природы, помогал выбирать снаряжение для походов в тайгу, сортировал игрушки, которые возьмет с собой, а которые оставит дома. Глаза его горели, он уже вовсю мечтал, как будет замечательно отдыхать у деда на природе и с нетерпением ждал самой главной встречи. И вот, наконец, свершилось, все готово. Чемоданы собраны, билеты на самолет куплены и мы всем семейством отправились в отпуск. В дороге Артема восхищало все, и такси с шашечками, которое доставила на свой аэропорт, и летное поле с кучей самолетов, и трап, по которому мы поднимались в крылатую птицу. И сам полет с белыми облаками под крылом, который он перенес великолепно. После самолета нужно было еще добираться поездом три часа до станции, а оттуда на автобусе до самой деревни. Дед уже с нетерпением ждал внука, а это была их первая встреча в жизни. Да и муж с отцом уже давно не виделись. Тема сразу полюбил деда, ведь они были так похожи. У деда был большой просторный дом на краю села, небольшое хозяйство, куры-утки и кролики. Артем сразу убежал гладить всех пушистых созданий с длинными ушами. Потом он долго пытал деда, когда же они пойдут в лес навстречу с его любимым Бэмби. И вот на следующий день, хорошо вооружившись бутербродами с сыром и травяным чаем в термосе, дед с внуком двинулись в лес навстречу с прекрасным. Набрали гостинцев для оленей, яблок, моркови и хлеба. Артем весь светился от счастья. Мы уже давно не видели нашего сына таким радостным. Целыми днями эта парочка пропадала в лесу. Летом, конечно, оленей подкармливать не надо, корма у них в природе хватает. Но дед решил показать внуку все премудрости работы егеря, подкормочные площадки и кормушки для лосей и оленей. На одной такой площадке они увидели молоденькую олениху с маленьким детенышем. Доставай угощение, Артемка, сказал дед внуку. Самочка эта не очень пугливая и знает меня, сейчас попробуем их подманить на ароматное яблоко. Артемка вытащил из рюкзака большое красное яблоко и протянул в сторону оленей. Робко перебирая тонкими ножками, олененок стал приближаться к мальчику. Молодая мать спокойно наблюдала за детенышем. Она, наверное, понимала, что встреча двух малышей ничем не угрожает ее потомству. Олененок подошел так близко к мальчику, что он почувствовал запах молока, от малыша еще пахло материнским молоком. Он протянул голову к яблоку и коснулся теплыми губами Артемкиной ладони. Мальчик тихо засмеялся. Шерсть у олененка была бархатная, с рыжевато-бурым оттенком и белыми пятнышками, совсем как в мультфильме. Он был такой красивый, большие черные глаза смотрели прямо на мальчика. Артем протянул руки, обнял олененка за шею и прижался к нему. Малыш стоял не шелохнувшись, как будто все понимал. Он терся об Артемку головой и тихонечко фыркал. Дед пожалел, что не взял с собой фотоаппарат. Такую встречу нужно было обязательно сфотографировать. Каждый день теперь Артем с дедом спешили на заветную полянку. Каждый день мальчик играл с малышом-олененком и приносил ему гостинцы. Особенно он любил сочные сладкие яблоки. Внук стал помогать деду заготавливать корма для животных на зиму, ремонтировать кормушки и пополнять запасы зерна. Природа, покой, чистый воздух и встреча с прекрасными лесными животными сделали свое доброе дело. Играя с оленями, он снова начал улыбаться, а спустя три месяца, стал потихонечку говорить. Он, конечно, полностью не избавился от заикания, но уже спокойно и размеренно мог произносить слова, слегка их растягивая. Мы все были счастливы, а особенно дед гордился тем, что у него такой замечательный внук. Перед отъездом Артем сообщил всем нам, что когда вырастет, то обязательно приедет к деду в деревню и будет работать с ним лесником, чтобы оберегать лес и его обитателей, заботиться о них и помогать выжить суровой зимой в тайге. Дед все-таки сдержал свое обещание и сделал много фотографий внука с олененком. Когда мы вернулись в город, Артем уже не боялся общаться со сверстниками. Он показывал друзьям фотографии с олененком и вызывал восторг у ребятишек, а потом рассказывал им сказки про животных, которые стал сам сочинять. Через год он пошел в школу и у него появилось очень много новых друзей. Сейчас он почти не заикается, иногда бывает запнется на одном слове, но кто не знал его раньше, могут даже этого не заметить. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!